Зорро, ассаламу алейкум, видел в инстаграм, как они там людей собрали и делают опровержение, что Ямадаева они с машины вытащили, и что он был пьян. Как думаешь, они всех с видео напугали или подкупили? Тимур Ингуш, ассаламу алейкум, Тумсот, ты националист антиингушский. В сети пишут, что на 75-летие Новолахского района ездила не только делегация из Ингушетии, но и Чечни. Явилась истинно сгинула ложь. Алейкум ассаламу, Тимур Ингуш, это тот редкий случай, когда власть Ингушетии оказалась права. Вместо того, чтобы сказать, что справедливая власть отжала эту землю, даже не отжала, не то слово, своровала, потихаря ее присвоила. Вместо того, чтобы это сказать, вы пошли на эту провокацию, начали битинговать. Саламу алейкум, Тумсот. Мир тебе и твоей семье. Как ты думаешь, когда Чечня станет независимой, какие отрасли туризма будут самыми развитыми? Есть ли отличительная черта в этой индустрии в сравнении с туризмом Грузии или Азербайджана? Слушай, я, алейкум ассалам, я не сильный специалист в этих вопросах. Поэтому, когда ты спросил, какая отрасль туризма будет развита, я даже не совсем понимаю, что там за отрасли есть в туризме. Я как обыватель, просто как человек, знакомый с туризмом, как потребитель, человек, который тоже в качестве туризма бывал и бывает в некоторых местах. Я могу сказать, что для туриста Чечня, она может быть интересной, ее можно сделать интересной. У нас есть горы, эти горы и, конечно же, наша культура, наши обычаи, традиции, то, что, опять-таки, может быть интересно для других людей. Если это все грамотно устроить, если этим будут заниматься талантливые люди, то можно сделать так, чтобы Чечня стала туристическим центром. Конечно, у нас нет такого потенциала, как у Грузии, когда у тебя в одной стране два этих, как это называется, климатических пояса. В Грузии субтропики и забыл, как другое называется. И плюс к тому растет практически все, когда у тебя есть несколько вот этих климатических поясов, у тебя растет практически все. В Грузии единственное, бананы не растут с ананасами, потому что не хватает тепла. Но кроме вот таких вот фруктов экзотических, которые требуют сильной жары, остальное все практически в Грузии растет, начиная от мандаринов, инжира, апельсинов, лимонов, заканчивая картошкой, клубникой и прочее. В общем, конечно, у Грузии больший потенциал в плане туризма. Там есть море, там есть горы. В этом плане мы можем предложить только горы. Но это тоже интересно. Если это правильно развивать, то Чечня может стать неплохим таким туристическим центром. Просто нужны талантливые люди, талантливые менеджеры, кто будет этим заниматься. Зорро, асаламу алейкум, видел в Инстаграм, как они там людей собрали и делают опровержение, что Ямадаевы, что Ямадаева они с машины вытащили и что он был пьян. Как думаешь, они всех с видео напугали или подкупили? Я еще этого не видел, я не знаю, я уже представляю, что там будет, после эфира, иншаллах, посмотрю, прокомментирую это, наверное, у себя в инстаграм эфире, или, может быть, отдельный материал на эту тему, не знаю, посмотрим. Сегодня мы поговорим о других вещах. Если то, что пишут в сети является истинной, потому что очень много всего пишут про ингушский народ в целом, про чеченский народ в целом, про разные народы, очень много всего негативного пишут. Неужели это все истина? Как можно взять какую-то фекалию и попытаться подкрепить ее священным текстом? Субханаллах, как можно применять такие приемы? Как можно сказать, в сети пишут и привести в доказательство этому аят из священного урана? Что с тобой не так? В сети пишут, одна бабушка на базаре сказала, и после этого, ты понимаешь, это то же самое, что прийти и сказать, я слышал, на базаре, на рынке одна бабка кое-что сказала. Явилась истина, изгинула ложь после этого, подкрепить эти слова бабки священным текстом. Ты просто джагель какой-то конченый. Бастон, брат, прости, еще несколько вопросов сразу. Есть ли в республике киноиндустрия и насколько сильно она развита? Есть ли интерес у чеченской молодежи к искусству при выборе поступления в вузы, живопись, музыка, театр и так далее? Слушай, у меня нет ответа на эти вопросы, я не знаю, есть ли киноиндустрия в республике, насколько она развита. Я просто не интересуюсь ни кино, ни этой индустрии, тем более киноиндустрии, которая может быть в республике, она мне вообще неинтересна. Поэтому я не знаю, у меня нет на это ответа. По поводу интереса чеченской молодежи к искусству я тоже не знаю. Я как бы человек из другого мира, и это вещи, которые меня не интересуют, поэтому я не в курсе. Так, мы в эфире, да. Здравствуй, Томсо. Как ты относишься к американской нации ислама? Они считают, что белая раса произошла от мегроидной. Чего, Саид? Здравствуй, Саид. Я не понял. Я вообще не понял, что это за нация такая, американская нация ислама. Что это такое, я не знаю. И что это значит, белая раса произошла от мегроидной. Можно no comment просто. Войнах сила. Просто дезадонатил. Барак Аллаху фиг. Войнах сила. Тимур Ингуш. На канале Чечен Войс наговорили о скорбении в адрес ингурского народа, наверное, на тысячу абадиевских книг. Так что 999 в вашу пользу. Поздравляю вас. И второй от него же коммент. Тема с границами была продумана, чтобы нас поссорить, что вы и поддержали, как верные пехотинцы верховного жреца Пу. То, что было на канале Чечен Войс, где она говорит, и на любом ином канале, неважно, в любых иных устах, то, что говорится в целом в адрес ингушского или иного народа, я присоединяюсь к осуждению. К осуждению этого. Я вот эти действия подобных людей, каналов, неважно, кто бы они ни были, когда они порочат ингушский народ, я к ним отношусь так же, как я отношусь к тем, кто поехал на празднование Новолагского района, этому ингушскому ансамблю танцевальному. Так же, как я отношусь к Абадиеву и к любым иным людям. Они на одном уровне. Потому что, что те порочат народ, что эти порочат народ. Я об этом, по-моему, неоднократно говорил. И было бы очень странно меня в этом обвинять. Если там на каком-то канале кто-то порочит в целом ингульский народ, я присоединяюсь к вам с осуждением этого канала или этой группы людей. Поэтому это, пожалуйста, не ко мне. Но вот то, что ты сказал про границы, что это было продумано и так далее. Тут я скажу, да, наверное, ты прав. Это действительно было продумано. Причем, наверное, это продумывали еще в то время, когда эту землю из-подтихаря присваивали. Ингушетия, когда власть Ингушетии присваивала эту землю из-подтихаря. Еще тогда, значит, это было продумано как провокация. На которую не мы, как ты заметил, а вы на нее купились. Вместо того, чтобы сказать, да, действительно, это тот редкий случай, когда власть Ингушетии оказалась права. Вместо того, чтобы сказать, да, действительно, мы не по праву в свое время. Не мы, не народ, а эта власть, несправедливая власть отжала эту землю, даже не отжала, не то слово, своровала, потихаря ее присвоила. Вместо того, чтобы это сказать, вы пошли на эту провокацию, начали митинговать, выражать очень много негатива в целом в отношении нашего народа. И поэтому отношение, что к вам, что к тем пабликам, которые к вам, это я имею в виду, вот таким людям, как ты, которые вот это вот сеют, этот раздор. Отношение к тебе, к Абадиеву, к вот этому каналу, который в целом порой очень вкусный, к вам все одинаковые отношения, вы друг другу, братья. Субтитры создавал DimaTorzok